Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на мой новый календарь на 2017 год с Кристиной Ангилерой. Скажу такое, наверное, длинное предисловие. Если вы смотрели мое видео примерно год назад, я тоже делала себе календарь. Это, кстати говоря, календарь на заказ. То есть вы абсолютно любые выбираете фотки и из них вам делают календарь. Так вот, тоже в прошлом году делала, но вы можете посмотреть, если не забуду, ссылку скину под видео на то видео прошлогоднее. Но что мне не понравилось в прошлогоднем варианте, то что половина была фотка, половина это месяц. А здесь, сейчас вот покажу первый, у нас, видите, фотка как бы на всю и месяца почти не видно. В принципе, мне там его особо не разглядывают месяца. Мне нравятся картиночки. Ну, у кого какие заскоки. Вот, и я хотела такого формата календарь. У меня был такой же прошлогодний с Бритни, но мне не понравилась сама фишка вот с заказом. То есть все как-то было геморройно, да, и мне не хотелось больше связываться с этим. И в этот раз как-то совсем случайно я напала на сайт. Я ссылку скину под видео. И на нем можно абсолютно любые варианты настенных календарей. Вы можете выбирать абсолютно любой формат. Абсолютно разные оформления, то есть там семейные всякие. У меня это универсальный, там что-то я пообирала. В общем, данный вариант с сайта это какой-то роял А3. И роял он в том смысле, что он сделан из особой бумаги. Там какая-то там она 100 миллионов лет хранится. На самом деле это большая фотка. Если присмотреться, это типа матовой фотки. Вот, и сзади как бы вот этот вот Fujifilm. Стоит эта штука дорого, но мне там дали какой-то купон. При заказе первого календаря с Бритни, этот я вторую заказывала. И дали купон на 50% скидку. Но, естественно, я повелась. В общем, вышло мне это где-то в 1200. Там со всеми скидками, которые предложил магазин. В принципе, я считаю, нормально. Ну, как бы в следующий раз закажу обычный формат. Просто вот глянцевую бумагу. Типа, знаете, толстая такая журнальная. Ну, потому что, ну, честно, нет смысла. Переплачивать как бы особой разницы нет. Вот за вот эту вот бумагу, типа как у фотографий, не очень-то это надо. Поэтому, ну, решайте сами. Как бы, если вы выберете обычный стандартный А3, ну, если вот мой формат, то он отличный. Если вам интересно, посмотрите, календарь с Бритни у меня есть. Вот он сделан в обычном стандартном формате этого сайта. Вот. Что касается календаря. А когда вы выбираете вид календаря, там А3, А4, ну, какой вам надо размер. И дальше вам предлагают макеты. Макеты разные там бывают. Вы выбираете свой любимый. И дальше вам предлагают на каждый месяц разместить фотку. И посмотреть, как это все будет выглядеть. Единственное условие, фотки должны быть просто супер-мега-крутого качества. Там тысяча, там на тысячу. Это плохое качество. В общем, качество должно быть просто зашкаливать. Сразу говорю. То есть, если вы считаете, что это HD, то, скорее всего, это не то HD, которое вы думаете. Если ваша фотка дофига там весит, и там 5000 на с чем-то там размер, то, скорее всего, да, это хорошее качество. Вот. Так что имейте в виду. Очень много фоток забраковалось. Выбирала из того, что есть. Вот. Ну, в принципе, мне нравится, что я выбрала. Здесь у нас представлена обложка. Мне нравится эта обложка. Она такая веселая, необычная. На обложку всегда можно что-то поместить такое запоминающееся, необычное. Дальше смотрим. Это календарь 2017 года. Это у нас начинается с января. Можете вообще календарь заказывать с любого месяца. Может, там, с сентября по сентябрь. В общем, как хотите, так и заказывайте. Я заказала январский. Вот. И фотки, соответственно, выбирала сама. Из того, что программа разрешила выбрать. Потому что фотки, которые, типа, не очень качество, она считает, она отмечает. Ну, вы заметите. Вот. Старалась тоже как-то подгадать под время года. Но это чисто моя интерпретация. Как бы. Может быть, вы решите, что это не подходит этому месяцу. Ну, вот такие, знаете, неоднозначные фотки. Ну, это Кристина. У Кристины это порядки вещей. Так что... В принципе, классно. Ну, вот такой вот фоткой, собственно говоря, заканчивается мой календарик. Ставьте лайк, если вам понравился выбор фоток. Естественно, если бы была возможность, я бы выбирала другие. Но, как бы, еще столько лет можно делать с календари. Будет куча фоток, будет куча возможностей. Поэтому как-то выбрала эти. И, в принципе, фотки красивые. Ну, я так считаю. Так, ну и... Какой вывод сделан из всего? Если у вас есть какие-то еще варианты. Вот вы там заказывали календарь. И скажете мне, что вот можно обратиться туда, там классно. То обязательно скиньте ссылку. Или напишите лучше. Ссылки могут в спам поместиться. Лучше напишите там, как называется этот магазин. Конечно, лучше интернет. Да, я посмотрю. Мне интересно. Может, в следующем году я обращусь именно туда. Но пока мне понравился данный вариант. Мне кажется, он доступен по цене. Я не скажу, что это дешево, конечно, за 1000 рублей. Но, по крайней мере, попробуйте найти дешевле. Будет круто. И качество отличное. Как бы мне все устраивает. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно данное видео. И пока-пока.